Привет, друзья! Поговорим об ОФП и СФП в боевых искусствах. Ну, на самом деле, тема очень обширная, поэтому затрагивать ее всю, как бы, целиком, вот и до, это тема довольно неблагодарная, потому что настолько великое разнообразие всего этого дела, что, собственно говоря, не хватит и нескольких подкастов, и даже хорошей сам серии, чтобы рассказать об этом. Я больше в плане полемики такой, с самим собой даже, и для вас полезно будет. Такие монологи вслух, что называется, для всех. Ну, подкасты за рулем, да, в серии. Вот зима, крестьянин торжествуя, насыпал снег на кончик палки, а на ветвях сидели галки, на ярком солнышке тоскуя. Ну, в общем, короче говоря, я сделал вывод, что насколько сильно зима отпугивает народ от того, чтобы заниматься ОФП и СФП. Смотришь летом на спортивных площадках, народу болтается на перекладинах. И это не может не радовать. На самом деле, пацанва вот эта вот вся, ну, молодняк, это очень здорово вообще. Это мне напомнило мою молодость, потому что вот мы были из той когорты людей, которые тоже болтались постоянно на перекладине. То есть мы занимались. Мы, конечно, тогда, к сожалению, не видели и не знали тех упражнений и стритворкаута, которые сейчас есть, или турникмены, которые делают, которые ограничат по степени сложности, там, иной раз, с тем, что делают люди, которые занимаются серьезной гимнастикой, ну, спортивной. Но силовые там элементы всякие мы умели делать ничуть не хуже. Ну, и обороты большие мы умели делать. А там выход на две, там, подтягивания на одной руке, выход на две там вообще ничего-то не количество раз. Ну, я шучу, конечно, но довольно много. Там за 14 раз-то многие делать умели, вот из нас. А подтягиваться 20-30 и больше раз многие могли. Вот. Ну, и всякие выходы различные. Ифицерские, ифигерские, там, ваши такие склепочки, там, и всякие прочие, там, провороты, все это делать умели легко. Вот. Но сейчас смотришь зимой, и нет никого. Спортивные площадки пустые. Хотя, в общем-то, они ничем хуже не стали. Я, конечно, понимаю, что там элементы делать акробатические какие-то не шибко сильно получится, ну, гимнастические. Но что касается подтягиваний, отжимания на брусьях, подтягивания на кольцах, а сейчас, ну, извините, площадок, ну, нафига спортивный, там, бой с тенью поделать. А кое-где даже мешки висят из покрышек, там, все такое пройтое. Вообще площадки шикарные спортивные есть. Нету никого, понимаете, народу мало. Ну, если кто и есть, то мало по сравнению с тем, как это было летом. То есть, куда народ делся? Вы скажете, что он весь перебрался в спортивные залы? Я вам скажу, что нет. В спортивных залах летом народу все равно тоже больше. Вот это меня вообще поражало, на самом деле. А сейчас из-за этого коронавируса, там, и всего прочего, социальной дистанции, в зал надо записываться заранее, там, договариваться, чтобы на групповую программу попасть. Или даже, чтобы индивидуально в зале потусить, если потренироваться, надо тоже зараниться. Ну, это капец, да, на самом деле. Вот. Никуда не все делись. Я катаюсь, там, и на лыжах. Не вижу я что-то молодежь на лыжах. Нифига. Если кто на лыжах и катается, то в основном это люди, ну, постарше. Я не говорю про спортивные школы и секции. У меня под боком есть, ну, стадион рекорд. Там есть спортивные лыжные, ну, секция, школа спортивная. И там ребята катаются на лыжах, да. Ну, конечно, все гордо приезжают покататься туда, понимаете. Это все, в общем, серьезно. Вот. Это люди, которые серьезно занимаются именно лыжами. А вот кто использует лыжи, как ОФП или СФП, из тех, кто занимается боевыми искусствами, я никого не вижу, не встречаю. Если я летом видел с ним людей, которые бегают по стадиону, и у них там на майке сзади написано там боксерская школа или там бокс, это там то-то, что-то там, или старая школа или что-то еще. ММА, ЮСВ, ну, Твум, ЮФС. Ну, полно. То есть, бегают, да, на прикладе, да. А сейчас зима, на лыжах я не вижу никого. То есть, зимние виды спорта куда-то, вот, как ОФП, и они просто пропали. А я вам хочу сказать, на самом деле, что это шикарно. Вот я на лыжах катаюсь довольно плохо. Это я так оцениваю сам. Я могу, конечно, до хрена проехать на лыжах расстояние. В какой-то год я проехал один раз на лыжах. Больше 80 километров за раз. То есть, от своего дома из Кохмы я проехал до Рубского озера и назад. Там было 85 или 86 километров. Я потратил целый день. Уж больно скользили лыжи хорошо. Офигенно. Лыжня была до самого места практически. Вот. Ну, и по лесу. Вот. И я с собой взял термос. Я когда-то приехал, я думал, что я даже не устал. Но когда я лыжи снял и сел на диван, я понял, что устал. Я охрененно просто вообще. Ну, это было давно. Это было несколько лет назад. Вот. И вот сейчас я встал на лыжи. Хожу вам честно, что мало я раз еще покатался на лыжах. И понял, что из-за того, что я на лыжах катаюсь редко, как СФП, ну, или даже как ОФП, скажем так, лыжи для меня просто офигенные. Потому что бегать я хорошо принавырялся. Бег у меня, меня лимитирует в беге. Не с дистанции и даже скорость в меньшей степени. Ну, конечно, если очень быстро бежать, то это понятно, лимитирует. Вот. Сколько суставов, то есть коленные, тазобедренные и так далее. То есть по 20 километров в день я бегать, к сожалению, часто не могу. Десятку тоже уже как-то не хочется. Начинаю все-таки чувствовать я. Колени и все такое прочее. То есть я пятерку запросто. Вот. Десятку, ну, у меня периоды бывают, когда я бегаю по десяткам. Сейчас зима. И вот я сейчас хочу сказать, что я на лыжах, пробегая километров, пять по лесу, ну, или десять, я гораздо больше нагрузку получаю, хотя на самом деле должно быть все наоборот, чем если бы я пробежал такую же дистанцию. То есть на лыжах это все должно быть гораздо быстрее, легче. И менее там энергозатратно, если, ну, правильная техника, хорошая, все. Это по всем абсолютно видно своими программам, где ставишь. Ставишь бег с определенной скоростью, там, километров десять, видишь, что ты там потратил, предположим, 800 килокалорий, там, так говоря. И ставишь, ну, я не помню точно, как это бывает, ну, что-то в районе того, где-то, вот. Или там даже по тысячу, ну, нет, не помню. По-моему, на пять километров не шестьсот ли килокалорий, а десять тысяч двести. Ну, я не помню. Там от веса очень сильно зависит. Вес меняется, и, соответственно, меняется затраты к энергии. На лыжах же этот коэффициент разом в два, наверное, ниже. То есть если с такой же скоростью на лыжах проехать те же десять километров, там энергозатраты намного ниже. Но это учитывает тот факт, что ты едешь по нормальной лыжне или по трассе, а еще, не дай бог, ты коньковым ходом едешь, который вообще энергозатратный гораздо меньше, особенно если трасса прямая, я это не в гору фигачить, если. Вот. Собственно говоря, должно быть меньше. Но я по субъективным ощущениям и по потере жидкости вижу, что энергозатраты намного выше. И для меня, на самом деле, это неплохо. Да, я лямой лыжник, условно говоря, плохой. То есть я там устаю больше на лыжах ехать через лес, не коньковым ходом, тем более трассы там нет, а полыжнее, а иной раз я и самому ее прокатываться мне приходится. Может, там один человек передо мной прошел, а может, вообще никого. Иногда бывает накатано. И вот для меня-то это хорошо. Я проехал 10 километров. Да, кстати, на суставы нагрузка намного ниже, так как ударной нагрузки нет никакой. И я сделал вывод, но я давно его сделал, я просто с вами это делюсь, это уже не первый год такое происходит, что лыжи-то очень сильно подходят. Люди специально крутят там велотренажеры, какие-то эллипсоиды там, я не знаю, на беговую дорожку, по ступенькам лезут в спортивном зале вверх. Блин, друзья мои, да лыжи-то копейки стоят на самом деле. Нет, конечно, есть те, кто лыжи покупает, очень дорогие, классные ботинки. Я не считаю, что если надо, если ты решил кататься на лыжах, вот тебе обязательно надо купить всю там экипировку, самую лучшую там и все такое прочее. Да ничего подобного. Вы же лыжи покупаете не для того, вот в этой ситуации, если вам СФП нужно, или ОФП, чтобы супер-мастерски кататься на лыжах. Ну, это как хороший бонус было бы. Но если вам это не критично, да любые лыжи подойдут. Я хочу сказать, что я вообще второй год только у меня ботинки лыжные, которые вот с современными креплениями, которые защелкиваются и там отщелкиваются в одно касание, условно говоря. Ну, это вот так. А у меня раньше крепления были вот на ботинках, такие, знаете, когда у ботинка нос такой вот есть, там вставляешь специальные крепления и эскоба сверху зажимает. Она более современная, конечно, не как это было, там, древние лыжи. И уж тем более не такие, как охотничьи, в которых надо там петлю в валеных засовывать. Нет. Но я катался. И катался нормально. Хочу сказать, что я, в принципе, когда кого-то встречаю в лесу, кто едет, обычно я всех перегоняю, а не меня перегоняют. Вот. Вот, конечно, в лыжной секции и которая вот на стадионе. И, ребята, коньком ходом тут, конечно, мне шансов вообще не дают никаких даже близко. Там носятся они как черти, но это лыжники. И вот если я пойму в свое время, что мне, я на лыжах стал кататься лучше, у меня хорошо получается, я куплю себе там очень хорошие лыжи. Я не хочу сказать, что у меня это плохие. У меня хорошие лыжи. Любительские. Нормальные. Профессиональные мне не нужны. Ботинки у меня нормальные, любительские, хорошие, не самые дешевые, да. Вот. Но пока не нужны другие. И вот я хочу сказать, что и каждую зиму я начинаю очень тяжело, а к концу зимы я катаюсь уже легко. Понимаете, это говорит о том, конечно, что и техника, ну, поднарастает, но и подготовка физическая тоже очень сильно срастет. Поэтому, друзья мои, я рекомендую вам лыжи. Прямо реально рекомендую. Так. Я переключусь сейчас. Подъехал я к своему домику родному. Так. Так вот. Сейчас сделаем. Я выровняюсь. Так что попробуйте. И уж главное, не загоняйте себя со спортивной залы на 100%. Мне кажется, заниматься кардионагрузками в спортивном зале, ну, это как, ну, если заодно с какой-то подготовкой, другой, если вы занимаетесь, там, я тут, единоборствами и в зале, вот тогда кардио имеет смысл заниматься. Но специально в зал загонять себя заниматься кардио, блин, ну, друзья мои, ну, это фигня. Кардио, я считаю, вообще до последнего имеет, наверное, смысл заниматься, ну, как сказать. На улице, если уж только не знаю, минус 40 будет. Да и то сейчас, вот у меня есть прекрасная штука такая, называется, то ли бандана Бен, то ли как-то по-другому, я не знаю. Это такое, как бы, кольцо, но его можно и как шапку надевать, и как балаклаву, и как шарф, то есть вот такая штука. Рот закрыл, нос закрыл, все, поехал. И тепло, и хорошо. Любые куртки сейчас есть, эти горнолыжные, фигижные, у которых теплота и штаны, и все. Имеет смысл, друзья мои. Давайте. Как там? Бросай курить, вставай на лыжи, здоровьем будешь не обижен. Салют.